В этом видео я расскажу, как пользоваться автоматическим арифмометром FACIT CA1-13. Эта инструкция также подходит к машинам FACIT LiSA0 и с некоторыми оговорками к другим FACIT с электроприводом и к отечественным машинам VK2, VK2M, VK3. Для начала работы нужно обнулить счетчик оборотов, счетчик результатов и установочный регистр. Теперь вот здесь у нас горит красное пятнышко, его нужно погасить, клавишей NECO. И так как мы начнем со сложения и вычитания, переводим большой черный рычаг в среднее положение, а маленький рычаг влево. Сложение проще всего. Вот мы вводим число, как на обычном современном калькуляторе. 123. Вот оно ввелось в установочный регистр. Нажимаем добавить, и оно добавится к счетчику результатов. Видите, число добавилось к счетчику результатов и погасилось в установочном регистре. Если нам не надо, чтобы нагасилось, надо нажимать не клавишу ADD, а клавишу PLUS. Вот я сейчас нажму его два раза. И у нас здесь три действия всего сделали. 123. Три раза прибавили, и получилось 369. Клавишей сдвига установочного регистра я могу добавить сюда нолик, практически сдвинув число на один разряд. При этом, вот видите, стрелочки красные. Красные стрелочки показывают на младший разряд, на который будет действовать наш установочный регистр. И сейчас я нажму на стрелочку, на эту стрелочку, и вот эти вот стрелочки тоже сдвинутся. Теперь нажимаю на плюс два раза, и получили два. Еще раз увеличиваю разряд, опять сдвинулись стрелочки, нажимаю на плюс, и получилось произведение. 123 на 123 равно 151, 29. С вычетанием все точно то же самое, только нужно использовать клавишу минус делить. Вот я ее сейчас использую, и вышел из 123. Клавишей сдвигаю направо, сдвигаю опять-таки установочный регистр. Делаю длинное нажатие, чтобы он сделал два шага за раз, за одно нажатие. Я сделал случайно три. Это минус длинного нажатия, из-за него, конечно, два коротких надежнее. Зато одно длинное быстрее. Сейчас еще раз попробую сделать длинное, но уже чтобы было три шага. Это было сложение и вычитание. С умножением все тоже просто. Сбрасываем счетчики, переводим черный рычаг в положение mult умножения, и набираем первый слагаем, первый множитель, сто двадцать три. Нажимаем умножить, как на калькуляторе. Набираем второй множитель. Нажимаем равно, и вот сейчас здесь у нас появится произведение. Вот. Это умножение. Да, интересно, что когда черный рычаг находится в положении умножения, то клавиши плюс и минус при отпускании сдвигают каретку на один разряд. Вот я сейчас покажу. Опять-таки умножить 123 на 123 через клавишу плюс. 123, 3. Отпустило, видите, оно сдвинулось на разряде сразу. 2, 1. Не очень понятно, зачем это нужно при наличии автоматического умножения. Думаю, что это атомизм, оставшийся от более простых и более старых моделей, у которых автоматического умножения не было. Вот. Да. Теперь обратно переводим черный рычаг в среднее положение. Маленький рычажок переводим в правое положение. И оказываемся в режиме, когда клавиши умножения не работают, но клавиши плюс и минус сдвигают каретку на один разряд не влево, а вправо. То есть сейчас мы можем провести автоматическое умножение опять, но со старшего разряда. Вот я сейчас буду вводить 123 минусом. И здесь будет нолик, здесь будет нолик. Потому что мы посчитаем 123 умножить на 123 минус 123 умножить на 123. Раз. Два. Три. Опять лишний шаг я не делал. И вот, пожалуйста, нолики. Так. Ещё раз упомяну клавишу NEC. При её нажатии... Давайте вернём в исходное положение маленький рычажок. При её нажатии сложение будет вычитать леднички отсюда, а вычитание наоборот добавлять. То есть будет работать в противоположном направлении. Ось 123 сейчас прибавлю. Оно прибавилось сюда, но здесь минус 1 получилось, все девятки. Если я его вычитал, оно отсюда вычитывается, а здесь наоборот ледничка прибавится. Будет нолик. Так. Ну и теперь деление. Переводим большой рычаг в положение D в деление. Сбрасываем счётчики опять. При переводе рычага в положение деления красный флажок сам загорается. При переводе обратно он гаснет. При переводе сюда сам загорается опять. Ну и посчитаем, скажем, 10 делить на 3. Введём число 10. Доведём его до крайнего левого положения. Нажмём Add. Обратите внимание, что при этом сюда единичка не прибавится. Это очень удобно для установки делителя, делимого. Потому что не нужно после установки делимого сразу же сбрасывать счётчик. Он и так будет на нуле. Вот. Вот у нас тут единичка прибавилась. Не видно же из-за освещения, но в общем там есть единичка, поверьте. Теперь набираем 0,3. И опять-таки доводим до крайнего левого положения. И нажимаем делить. И сейчас вот здесь вот появится частное. Вот. Аналогично можно произвести деление отрицательных чисел. Для этого нужно клавишей Nec перевести счётчик в противоположное положение. И делить или вводить не клавишей минус делить, а клавишей А. Не клавишей А, а клавишей минус делить. Я, честно говоря, плохо понимаю, зачем это может быть нужно. Но вот такая возможность есть. Вот. Теперь осталось показать вам последнюю клавишу Sub-Stop. Она нужна, если мы хотим перервать слишком долгое деление. Например, если нам нужно всего три знака, а машина читает дальше, чтобы сэкономить время. Или, если мы по ошибке запустили деление на ноль. Вот у нас сейчас ноль установлен. Вот я сейчас начну деление на ноль. Деление на ноль будет вечным, потому что деление на ноль – это вычитание нуля до тех пор, пока число не станет предстоятельным. Поэтому я просто нажму клавишу Sub-Stop и деление закончится. Вот. На этом обзор арифмометра Фацит C1-13 закончен.